Введение. 4. Если бы явления, нас занимающие, ограничивались только движением предметов, они остались бы, как мы сказали, в области физических наук. Но это совершенно не так, им было уготовано, поставить нас на путь фактов странного порядка. Некто, мы не знаем через какое наитие, решил, что открыл в импульсе, сообщаемом предметом, не только производное слепой механической силы, но и присутствие в этом движении вмешательства, некой разумной причины. Открытие этого пути, было совершенно новым полем для наблюдений. Словно какая-то завеса приподнялась над многими тайнами. Присутствует ли здесь на самом деле, некая разумная сила? Вот в чем вопрос. Если эта сила существует, то какова она, какова ее природа, каков ее источник? Над стоит ли она человечеству? Вот другие вопросы, вытекающие из первого. Первые разумные проявления наблюдались с помощью столов, приподнимающихся и отстукивающих ножкою определенное число ударов, и отвечающих таким образом через да или нет, согласно договоренности, на заданный вопрос. До сего предела нет ничего, безусловно убедительного для скептиков, ибо можно верить в действие случая. Затем были получены, более развернутые ответы посредством букв алфавита. Подвижный предмет выстукивал число ударов, соответствовавших порядковому номеру каждой буквы, и таким образом удавалось составлять слова и фразы, отвечающие на заданные вопросы. Правильность ответов, их увязанность с вопросом вызвали изумление. Таинственное существо, отвечавшее таким образом, будучи спрошено о своей природе, заявило, что оно является духом или гением, назвало свое имя, и сообщило различные сведения на свой счет. Последнее обстоятельство настолько важно, что заслуживает того, чтобы его отметить. Никто, стало быть, не воображал, что духи были средством объяснения феномена. Это сам феномен так назвал себя. В точных науках часто создают гипотезы, чтобы иметь основу для рассуждения, чего однако ни в коей мере не было в данном случае. Вышеуказанный способ переписки был громоздок и неудобен. Опять-таки дух и это еще одно обстоятельство, достойное внимания указал иной способ. Именно одно из этих незримых существ подало совет прикрепить карандаш к корзинке, или к какому иному предмету. Корзинка эта, поставленная на лист бумаги, задвигалась под действием той же самой скрытой силы, кое приводит в движение столы. Но вместо простого равномерного движения, карандаш стал сам выводить буквы, составляющие слова, фразы и целые послания на многих страницах, где разрабатываются самые высокие вопросы философии, морали, метафизики, психологии и тому подобное. И происходило это с той же быстротой, как если бы писали рукою. Совет этот был подан одновременно в Америке, во Франции и в других странах. Вот в каких выражениях он был дан в Париже, 10 июня 1853 года, одному из самых ревностных приверженцев учения, который уже несколько лет, начиная с 1849 года, занимался вызыванием духов, возьми в соседней комнате маленькую корзинку, прикрепи к ней карандаш, поставь его на бумагу, положи пальцы на край листа. И несколькими минутами позже корзинка задвигалась, и карандаш очень разборчиво написал такую фразу. То что я говорю вам, я категорически запрещаю говорить кому бы то ни было еще. Начните писать, и я скажу больше. Поскольку предмет, которому прилаживают карандаш, является всего лишь орудием, то природа его и форма совершенно безразличны. Изыскивались наиболее удобные средства. И вот многие пользуются небольшой дощечкой. Корзинка или дощечка может быть приведена в движение, лишь под влиянием некоторых лиц, отдаренных на этот счет особой способностью, или силою, и которых называют медиумами, то есть посредниками между духами и людьми, медиум лад. Среда. Условия, дающие эту способность, связаны с причинами одновременно физическими и моральными, еще недостаточно известными, ибо медиумы бывают всех возрастов, обоих полов и на всех ступенях умственного развития. Способность эта однако развивается упражнением.